Ну вот, в принципе, мы уже нарисовали все самые основные необходимые части лица. Это глаза, нос, губы. Ну и что у нас остается? По сути, там, уши, волосы. Но это, в принципе, это не так важно, особенно уши. Потому что чаще всего они там, то под волосами. И, ну, имеют наименьшее значение, наверное, при передаче сходства. Потому что как-то, не знаю, вряд ли мы смотрим на уши и обращаем на это внимание. И, в общем-то, не сильно-то они у нас отличаются друг у друга. И что единственное важно? Важно правильно изобразить их в размере. А это мы уже говорили об этом, что от линии бровей до нижней части носа, линии, где заканчивается нос, там помещается ухо. Ну и немножко просто обратим внимание на форму. Я думаю, это не может, ну, не будет вызывать у вас каких-то особых сложностей. То есть ухо представляет, что оно из себя, да? Пушная раковина. По сути, такое, да, своеобразное яйцо, привернутое. Тут мочка внизу. Нарисовали ее сверху. Переход к голове, конечно же. Потому что уши не приклеены. То есть вот голова и уха нет. Немножко плавный переход такой сделаем. Ну и что, в общем-то, я не думала, что есть особый смысл очень четко прорисовывать все-все-все моменты. Я думаю, достаточно изобразить просто самое такое основное. То есть что, в принципе, ухо есть? Небольшая выемка. То есть не выемка, а наоборот, ну, такая штучка тут торчит. Там будет располагаться дырочка. Сам слуховой проход непосредственно. Его можно сразу немножко утемнить. Так же у нас идет по краю небольшая выпуклость. Причем сверху она шире. Край уха тоньше. Ну, конечно, форма ушей также, в принципе, своеобразная. У кого-то может быть по-разному. У кого-то выгнутые части, у кого-то форма какая-то необычная. Но это, не думаю, что имеет такое большое значение. Тут доходит до мочки и примерно немножечко прерывается. Маленькая-маленькая выемка. Чуть утемняем ее. Заметьте, не делаю четких линий, да? Местами просто мы как штрихами наметим. Еще одна выпуклость идет здесь рядом с наружней. И она так уходит в пространство, растворяется, не имея четкой границы. И еще одна выпуклость такая, входящая как бы в ухо. В общем-то, вам это не надо особо там запоминать как-то. Там здесь темная ямка. Ну, то есть вы можете, конечно, зарисовать, например, для себя форму идеальную. Правильно. Там немножечко как-то запомнить. Потому что это не так сложно, по моему мнению. То есть мочка у нас наружняя. Выпуклость рядом с ней еще. Ну, они не плотно там, в конце немножко расходятся. Здесь две штучки такие там, слуховой проход, который можно сразу затемнить. Ну, то есть он там где-то будет, его не видно. То есть мы смотрим в ухо, мы дырки там не видим. Ну, то есть просто затемним эту область. Так же, как и от вот этой наружной выпуклости падает тень. Все внутри уха, в принципе, достаточно темно. Помимо выпуклости, которая чуть светлее. И вот. Чуть-чуть тут все. Можно утемнить. Можно, конечно, поподробнее. Но я не думаю, что это, в принципе, нужно вам. Если проявите, конечно, особый интерес, вы можете посадить рядом человека, любого. И попробовать нарисовать его ухо. То есть как штриховать тела вращения, вы знаете. То есть там какие-то плавные переходы. Все можете показать. Можете достаточно взять крупный масштаб, например. Там на весь лист А4 нарисовали. Там во всех подробностях, со всеми переходами. И здесь у нас тело вращения же, в принципе, да. Там и мочка, как тело вращения. И заштриховать со всеми подробностями. Базовые знания для которых. Чтобы все нарисовать, базовые знания у вас уже есть. Можно немножечко все обобщить. Утемнить. Ну и вот оно, собственно говоря, ухо. Если мы рисуем человека не в профиль, то оно видно уже гораздо меньше. Это еще меньше вообще каких-то трудностей. Все представляет. Видна выпуклость только вот эта вот. Немножечко там мочка наметить сразу. Вот эту самую выпуклость. Чуть-чуть я смещу. Смотрите, также наклон, то есть все линии, да. Вы можете посмотреть на натуре. Ну, то есть, я думаю, приблизительно. Если вы нарисуете, не ошибетесь. То есть, все достаточно, форма все просто. Можете, конечно, для своей уверенности посмотреть все эти направления с натуры. Хотя, опять-таки, они разные. Различных людей они различны. Наметили. Мочку. Причем ее не такой круглой, а несколько уже в таком более сплющенном виде. Тут верхняя часть уха, она там, как бы, то есть, вот, утолщение, оно заворачивается. Своеобразно так. То есть, вот, здесь выемку тоже. Не выемку, она, говорит, выпуклась, да, такую вот эту вот. Можно наметить. И утемнить внутреннюю часть уха. Все, вот, утолщämäок. Вот. То есть, вот. Не, вот. 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 То есть, если вы вот так вот легко, живенько изобразите ухо на, там, соответственно, лице, я думаю, что это будет просто замечательно. И большего вам, я уверена, не нужно. Потому что даже вот мне, с достаточно большим опытом рисования, как-то на ушах не приходилось никогда заострять какого-то внимания. Тем более, если работы не слишком большие, если вы рисуете ни на ватмане, ни на формате 1, то, думаю, тем более уши даже, в принципе, особо видны не будут. То есть, если размер маленький, то ушки, конечно же, там вообще ничего прорисовать вам не придется. Ну вот, главное, что помнить, это размер. Например, то есть, линия бровей. И линия носа, то есть, нижней его части. То есть, здесь брови, и там, здесь у нас нос заканчивается, да, с ноздрями, вот она будет линия. А вот так я изобразила схематично, но я думаю, все предельно просто и понятно. Продолжение следует... Продолжение следует...